И так, к сожалению, наша цивилизация развивается не так, как хотелось бы, и существует очень много белых пятен в истории, вообще в мировоззрении, в понимании того мира, в котором мы живем, и что в этом мире происходит. В частности, тема уфологии и тема древнейших цивилизаций всегда интересовала людей, ну, даже не скажу, что всех людей, скорее прогрессивнейших из людей. Единственная ли наша цивилизация во Вселенной? Что есть разум? Какова природа разумной жизни на Земле? Одни мы такие, или как бы цивилизаций много? Насколько вообще ценно существование разумных существ для Вселенной? Это ряд важных фундаментальных вопросов, на которые так или иначе пыталась ответить религия, на которые пытается ответить современная наука, и на которые пытаются ответить уфологи. В частности, существует охуэлосовская коллекция, очень охуэлосная коллекция разных предметов с изображениями пришельцев. Там, не знаю, условно говоря, некоторые пришельцы то ли являются родноверами, то ли нацистами, то ли школьниками, которые отвечают на какие-то вопросы и поднимают руку кверху. Там уже непонятно. Но люди это исследуют, люди пытаются как-то по-своему истрактовать это все. И на некоторых там такое впечатление, что чуть ли не ангелы изображены. Ангелы, вот, в стандартном современном представлении с крыльями, ангелы-пришельцы, даже с крестом, с крестовидным нимбом за головой, а за ними летающая тарелка. И, как сказать, тема того, что ангелы были пришельцами, тема того, что как бы ангелы, возможно, и являются пришельцами, это достаточно-таки важная тема, которая по-разному поднималась уфологами, по-разному поднималась разными альтернативными исследователями. И это не решено смысла, поскольку, ну, если бы пришельцы прилетели в наш мир, кем бы они казались для людей? Или чем бы они казались для людей? Просто лишь существами с далекой-далекой планеты? Или, может быть, их воспринимали бы как ангелов? Как ангелов, которые несут цивилизацию, которые учат людей чему-то? Почему бы нет? Ну, в частности, трактовка пришельцев как ангелов, она рассматривается в ряде современной и околонаучной, вполне себе научной литературы. Этим задавался в свое время Эрих фон Деникин, и это не лишено смысла. Это отчасти подтверждается карго-культом. Ну, и в действительности, если бы, и если таки предположить, что в древности нашу Землю посещали представители высокоразвитых каких-то цивилизаций, а наши предки типа были такие все примитивные, то, конечно, эти представители казались бы ангелами, ну, если не считать их богами. Конечно, и Деникин, и Ситчин трактовал пришельцев именно в первую очередь как богов, как божественные существа, и только уж в самом крайнем случае это можно как-то на католический, какой-то такой современный мотив истрактовать как ангелы. Но, с другой стороны, почему бы и нет? У ангела есть, так сказать, все запчасти эти ангельские. Рядом с ним находится иероглиф, который, видимо, является гибридом майянских или ацтекомайянских символов, и, соответственно, возможно, египетского глаза, гора. С другой стороны от пришельца находится предмет, видимо, по мотивам Южной Америки. Там в свое время были предметы, которые изображали нечто, связанное с культом Солнца. Что-то было такое тоже сейчас уже не особо понятно. Я предполагаю, что то была символика, связанная с топором. У меня в размышлениях про Ахименидскую империю есть своя теория, согласно которой, в общем-то, Ахимениды еще достаточно давно покорили, ну, по крайней мере, ПРУ и прилегающие территории. И ввиду такой постановки вопроса, ввиду такого понимания, соответственно, многие те артефакты, которые сейчас обычно принято связывать чуть ли не с инопланетянами, они на самом деле связаны с пребыванием в Южной Америке именно воиново-хименидской империи. Доказать это сейчас достаточно сложно, это, я думаю, естественно, потому что артефактов, сохранившихся с тех времен, крайне мало. Это тоже, как бы, понятно. С другой стороны, официальная трактовка совершенно данную теорию никак не подтверждает, а наоборот, всесторонне старается опровергнуть. Я вот тут, в частности, привожу варианты данной штуковины в виде реального инкского объекта. Я даже не уверен, что это именно инкский объект, может, это другой какой-то около инкской культуры. Конечно, тут оно изображено стилизировано, но по нижней части топоровидной можно это опознать. И рядом привожу хетто-касситский прототип, в общем-то, данных штуковин. То есть, если для хетто-касситов это просто был такой стилизированный царский топор, кстати, с крылатым солнцем, если присмотреться, с традиционными высокими кемерийскими шляпами, с крылатыми птицеголовыми богами, с львами, с двуглавым змеем, с змеями, источающимися из ног самого божества. Здесь много всяких штук, связанных с бруческой статуей, вообще всякое. Сторонники палеоконтакта могли бы это истрактовать как НЛОшку. Но, соответственно, если убрать то, что я считаю как раз хеттским прототипом, у нас остается то, что реально было на американских континентах. И вот оно худо-бедно кое-как изображено. Понятно, что старались не подражать, а несколько стилизировать под другую тематику, которая присутствует на этих же рисунках. Соответственно, у Инти Веракоча есть некая стилистика глаз, таких миндалевидных, вверх. Тут тоже, в общем-то, нечто типа того можно заподозрить. Так или иначе. Так или иначе, если идти дальше, вот тут из НЛОшки как бы вылетает какой-то в скафандре товарищ, держит то ли планету, а у него над головой еще одна планета. Другие какие-то товарищи вообще выгуливают собачку. То есть, если так уж совсем гипертрофировать, то это у нас пришелец-улитка, этот пришелец с собачкой. Это какая-то пришелка, которая выгуливает своего мелкого спиногрыза. Тут у нас есть и пародирование знака Вратаи, возможно, слабо стилизированных или полностью стилизированных под НЛО с мордой пришельца. Есть кольца даже для того, чтобы пришельцы венчались в ЗАГСе. Почему бы нет? Им же надо. А как как бы пришельцам жить, если не обвенчаться в ЗАГСе и не попросить у Бозеньки благословения на как бы пролождение и размножение. Есть вот такая вот штучка. Она явно пародирует всем известные мезоамериканские статуи бога дождя. Вот есть такие его изображения, где у него как бы в пузе вот эта чаша. А есть варианты, где он держит, и она вот так вот поднимается. У него на ушах специальные такие штуки прямоугольные. Тут рудиментарно можно их видеть. Есть, где он из пышной всякой тоже разрисовкой лица. И здесь есть наметки этого. В общем-то, на некоторых его изображениях есть даже похожие браслеты. Ну и геометрический орнамент слабо напоминающий тот, который был у реальных мезоамериканских цивилизаций. Ацтеков и майя в первую очередь. Ну тут у нас как бы какой-то вообще очень современный пришелец. Возможно, пришелец-рэпер. Возможно, просто крутой пришелец с татухами по черепу. Эти татухи являются какими-то местными загнильными письменами, которые типа должны как-то читаться. Но на самом деле это не письмена в классическом смысле, потому что в любой письменности какие-то знаки повторяются. Здесь повторяющихся знаков нет. Тяжело найти письменность, в которой можно было бы написать сколь-нибудь осмысленный текст, не повторяя в нем отдельные знаки или отдельные какие-то слова, условно говоря. Ну не во всех письменностях слова и знаки это разные понятия. Есть иерографические письменности, где знак, в общем-то, и обозначает слово. А есть алфавитные письменности, где в разных словах может повторяться, допустим, буква А. Вот даже тут, в слове пришелец, тут как минимум в двух местах нужно повторить букву Е. И в других словах по две буквы Т. Как бы... Ну... Есть слова, в которых всего лишь по одной буквы присутствуют. Но вот если я даже попытаюсь написать сколь-нибудь осмысленный текст, в нем будут повторяться, соответственно, одни и те же буквы, так или иначе. Хочу я этого или нет. Они будут повторяться, потому что из этого строится этот самый текст. Если я буду писать иероглифами, где у меня будет один иероглиф обозначать Васю, другой обозначает дорогу, третий обозначает идти. И я напишу, Вася шел по дороге, чтобы прийти домой. Когда Вася пришел домой, он ел борщ. То... Ну, тут я, вероятно, два раза употреблю иероглиф, обозначающий Васю. Конечно, я могу заменять это как бы какой-то отсылкой к нему и писать вместо Вася он. Но все равно у меня, если я этот текст буду продолжать, то иероглиф, обозначающий он, будет в некоторых местах повторяться. Тут вот, допустим, начинаем отсюда. Тут иероглиф такой, тут такой, тут другой. Тут иероглиф такой, тут такой, тут другой, другой. И, в общем, все они разные. Вот этот иероглиф один в своем роде, и его не повторяется больше ни на этой табличке. Ни на этой табличке. Ну и другие иероглифы не повторяются. Другое дело, что они похожи. И, в зависимости от вообще закона в этой письменности, если бы это было письменностью, то, например, вот эту штуку и вот эту можно было бы принять за варианты одного и того же иероглифа. Например, вот эту штуку, где человек выгуливает собачку. Вот человек, вот собачка, условно говоря. Можно было бы как-то связать с вот этим, вот тут человек. Но, как бы, не факт. Или это даже, может, не человек. Но тут это какой-то вот кружочек, палка и кривая палка. Здесь кружочек, ровная палка, палка и кривая палка. То есть, как бы, даже если это иероглиф человека, то изображается он везде по-разному, и это практически делает невозможным чтение данных иероглифов. В письменности так не работают. В письменности есть набор повторяющихся знаков. В любой письменности, любой абсолютной эпохи, любой формации, любой, как бы, идеологии, любой религии, будь то современной, будь то современной, будь то какой-либо древней, в клинописи той же самой, ряд знаков повторяется. Соответственно. Ну, что, как бы, об этом говорить людям, которые это подделывали, им, в общем-то, было пофиг. Здесь тоже, видимо, вариации на тему вот тех штуковинок, которые я раньше показывал. Здесь пришелец-ангел. У него какая-то пышная фигня на голове. Он типа что? Что это? Он матрешку показывает, младенца. Но младенца так в руке не держат. Что это? Дальше, соответственно, вообще классические сюжеты. Летающая тарелка забирает пришельца в луче. Ну и фиг с этим. Однако тут у нас есть, условно говоря, планета в окружении пояса астероидов. Допустим. Допустим, НЛО с вот этой планеты. Почему бы нет? Смотрим сюда. Тут пришелец. Тут уже другая какая-то планета или солнечная система. Ну, представим, что это планета в разрезе. Вот тут внутреннее ядро, мантия, соответственно, литосфера, атмосфера. Вот у нее два спутника. Может быть? Может быть. Так у нас пришельцы с какой солнечной системы? Где планета в поясе астероидов? Или где планета с двумя спутниками? Или это что? Солнечная система... Хотя это не похоже на солнечную систему, по идее. Это нечто странное вообще. Дальше. А вот это что у нас такое? У нас как бы пролетает комета. Она вбивает один из спутников в планету. Из планеты идет извержение. В общем, гибель планеты. Но тут у нас есть один спутник с поясом. Другой без. Так, черт его побери! Сколько спутников в этой чертовой системе, из которых эти уроды прилетели. Тут у нас вообще классно. Пришелец верхом на звероящуре. Почему бы и нет? А на чем пришельцам еще ездить, если не на звероящурах? И пока разберем вот эту тему. Типа пришелец в круге с серьгами и вокруг какие-то значки. Скопировано это с южноамериканских изображений, где изображается в центре Солнца. Солнечное лицо или череп иногда. Есть ацтекские несколько подобные изображения. Кстати, вот подобные солнечные круги это то, что связывает Мезоамерику и Южную Америку. Это сами по себе без темы НЛОшек артефакты, которые несколько ломают привычную преподаваемую историографию. Поскольку в привычной официальной историографии Мезоамерика и Южная Америка никогда не были связаны в единую цивилизацию. А у нас есть, допустим, тот же Камень Солнца, который я позже покажу. И у нас Камень Солнца это Мезоамерика, а в Южной Америке, в Перу у нас есть такие штуки. И вот какая-то подделка, какая-то вариация на эту тему. Здесь он вообще кверху ногами какой-то. Здесь вообще все плохо. Но возвращаемся к звероящеру и пришельцу, который на нем ездит. Пожалуйста, если взять шапочку этого пришельца, она не из фольги, не думайте плохого. Она подобна пришельцам и слугам пришельцев из фильма и сериала «Звездные врата». Там, кстати, их даже птицеголовыми делали вообще в дань египетской и месопотамской иконографии. А на звероящерах у нас в Шумере ездит Мордук, а в Индии ездит Варуна. Пожалуйста, вот так же Варуна сидит, поджав ногу, и едет на звероящере. Вот сравните, этот поджал ногу, и Варуна поджал ногу, и едет на звероящере. Ну, может быть, а почему нет? Ну, почему нет? Ну, такие параллели у нас доказывают, что, в общем-то, те, кто рисовали эти произведения, они были знакомы и с ближневосточной, и с египетской иконографией, и даже с фильмом и сериалом «Звездные врата». И, в общем-то, вот эти вот подделки, даже не подделки, вот эти вот мистификации, скажем так, они вообще появляются в информационном поле буквально с 2015 года, то есть это очень недавно. Буквально еще 10 лет не прошло. То есть, 2015 год — это уже десятилетие спустя и сериала «Звездные врата», который имел кучу сезонов, который был «Звездные врата» SG-1, «Звездные врата» Атлантида, «Звездные врата», «Вселенная», «Звездные врата», «Мультфильм», «Игра по звездным вратам». То есть это уже целая, уже развита своевымышленная вселенная. Поэтому неудивительно, что мотивы оттуда, в общем-то, использовали авторы данных мистификаций. Доступен им и интернет, и забивают они какие-то там диковинные боги. Смотрят на вот этого звероящера, смотрят на вот этого. И а давай-ка изобразим своего звероящера и посадим на него бога, и как бы подожмем ему вот так вот ногу. Но индуса же мы изображать не будем, вот изобразим его вот таким вот товарищем. Почему бы и нет? Короче, осмыслял я эту тему, осмыслял, и у меня вообще закрадываются такие смутные подозрения, что там вообще рука Кремля прослеживается. Ну, это один из так называемых артефактов. Ну, чем не мавзолей, ну, чем не кремлевская стена? Вот как бы. И причем здесь инопланетяне. С другой стороны, вот некий артефакт с мордой пришельца. Подкупает так легковерных идиотиков. Морда пришельца. Таинственная тайна тайных тайн. Ну, как оно оформлено? Оформлено, опять же, в псевдоотсылке к камню Солнца, но не только к нему. Можем выделить здесь четыре вот эти зубца в разные стороны. В общем-то, худо-бедно, как на камне Солнца. Но изображены они не в стилистике камня Солнца, а скорее в месопотамской стилистике. И в месопотамской символике есть даже один из знаков, который изображает вот такой вот звездообразный крест, из которого в четыре стороны истекают реки. Ну, здесь реки изобразили прямоугольными. Но все равно параллель есть. Вот, соответственно, подлинные месопотамские барельефы, на которых данное явление изображено. Тут есть знаки письма. В коротких фразах, конечно же, знаки не повторяются. Но есть и некоторые повторения. Вот тут два клинышка длинных, вот тут два клинышка длинных. То есть связь между ними есть. К тому же в месопотамии была своя развитая иконография. Боги изображались в одном размере, люди в другом. Соответственно, если бы в Мезоамерике были какие-то реальные пришельцы, которые реально что-то там делали, то там бы тоже развилась цивилизация. И, по сути дела, именно там бы и развилась цивилизация, а не в Египте. Вот это у нас уже более такая явная пародия на всем известный камень солнца. Ну, тут у нас прямо вот сопло, шаттл. Как бы есть, в принципе, фрески, на которых нечто типа шаттла изображено. Есть каменная статуэтка шаттла, типа шаттла или чего-то такого. Поэтому тема шаттлов, тема наличия древних технологий – это отдельная тема. Но тут все это профанируется. Тут, соответственно, предоставляются пришельцы в наиболее голливудском своем виде. Посмотрите на вот это вот. В любом фантастическом фильме пришельцы прилетают, «Пока человек спит, посылают луч и утаскивают его к себе». Что здесь изображено? Тут или человек, или пришельцы, или черт пойми кто, спит. А, к нему пускают луч и утаскивают его к себе. И на фоне еще традиционная пирамида. То есть, как бы, делалось это в те времена, когда пирамиды уже стояли. Делалось это в те времена, когда уже россказни про похищение пришельцев и фильмы, где это показывалось, уже были показаны. Делалось это в не столь далекие времена. Вот тут опять отдают, вот вообще в современном практически шлеме стоит, отдают НЛОшки детей. Ангел некий. Или забирает, для чего он тут делает. Эти вот отдают детей. Или показывают детям НЛОшку. Это отчасти взято тоже в пародирование шумерских и египетских прототипов многих из данных сюжетов. Есть вот на шумерских клинописных всяких штуках то, что при желании можно попытаться связать с НЛОшками, но на самом деле это изображение разумного солнца. Вселенского разума, по сути дела. И процессия царей и богов. Тут фараон Эхнатон и его жена с их любимыми детьми в лучах солнца Атона, который дарует им, соответственно, жизнетворную благодать. Как бы, если быть наглухо отбитым уфологом, тут вместо солнца можно попытаться увидеть НЛОшку, а в протягивающихся лучах, ручах, руках увидеть то, что НЛОшка хочет похитить детей. Почему бы нет? Но это подлинные рельефы, которые имеют подлинную трактовку и которыми, наряду с шумерскими, наряду с какими-то, возможно, индийскими, вдохновлялись авторы всего вот этого. Всего вот этого, что сделано в одном стиле, что, понятно, в общем, делалось одним или парой человек. Возможно, сначала одним каким-то энтузиастом, а потом были подражатели. Или, может быть, вообще это, соответственно, проект Кремля. Ну, как бы, откуда тогда взялась данная оговорка по Фрейду? Только если человек, соответственно, бывал в РФ, у него в мозгах запечатлелась кремлевская стена, мавзолей, и потом он кое-как что-то пытался из своего подсознания выдавить, и вот выдавил то, что ему было ближе, то, что ему было, так сказать, родней. В реальности есть в действительности всякие такие рельефы, в частности, мезоамериканские, на которых можно заподозрить или каких-то существ, приходящих с высших миров, или существ в скафандрах, чем не водолазный какой-нибудь шлем, и чем, соответственно, не дыхательное устройство, из которого вылетает отработанный кислород. А это чем? Не какие-то датчики. Может и датчики, может и не датчики. Может это такая маска ритуального животного. Тут уже как бы гадать, тут уже как бы думать и исследовать эту всю тему нужно. Вот это что? Типа абстрактное представление типа христианского нимба, или реальный какой-то шлем. При этом шлем не обязательно говорит о пришельцах. Шлем может быть и водолазный, шлем может быть и в военно-полицейских каких-то целях, шлем может быть и у ученых. Вот как показала история с ковидом, разнообразные шлемы, дыхательные маски могут быть нужны далеко не только пришельцам и далеко не только в космосе. Вот всякие мезоамериканские рельефы, на которых при желании тоже можно увидеть не пойми что. На которых есть разные фигуры, разные элементы орнаментов. Хочешь, воспринимай это как какое-то мистическое существо. Хочешь, как какую-то, не знаю, пасть робота, который хочет тебя сожрать. Трансформеры, Люди Икс там, все дела. Вот это что у нас такое? У него это на ухе наушник или просто некая серьга такая? Он, в чем он одет? Что это такое? Это какая-то специальная одежда, которая должна его защищать? Или это просто какая-то символическая одежда? Или что? Он кого-то убил, кого-то победил. Тут какие-то змеи. Из него такое впечатление, что две змеи торчат. Это что, Дахак из иранской мифологии? Может быть, может быть. Я уже не говорю, допустим, про убединско-шумерские статуэтки, кормящих рептилоидов. Есть камни Икки, на которых изображены типа люди, которые живут вместе с динозаврами. Ну, про камни Икки есть значительно так обоснованное научное предположение, что это подделка уже 20 века. Вот это оригинальные древние статуэтки, и они как бы не связывались с полеоконтактом, а связывались, скорее, с культом плодородия. Это, условно говоря, такое абстрактное представление, что у них типа пусть женщины будут такими же плодючими, как все эти земноводные, которые за раз могут там отложить тысячу икринок. Потому что змея в ряде мифологий связывалась и с перерождением, и с вечностью, и с плодючестью, и с чем только не связывалась. Есть всякие библейские сказания, в которых можно видеть абстрактное божественное нечто, а можно попытаться представить, что некому пророку явилось не абстрактное божественное нечто с богом, с каким-то странным четырехзверинцем, с колесами, с всякой фигней, уничтожающая город и протягивающая ему какие-то писания. А представить, что это некий шаттл. Он рычал подобно льву, он летел подобно птице, в нем был человек. Но у него, допустим, посадочные опоры были подобны копытам быка, копытного животного. Ну и где-то там или в двигателе, или колеса для передвижения были, соответственно, некие колеса со спицами. И оттуда вот некий бог даровал древним евреям Тору, Библию и все дела. Можно так и страктовать. Соответственно, есть и японские статуэтки, параллели в иконографии между старым и новым светом. Есть некоторые артефакты, особенно из коллекции Падре Креспи, которые имеют свою прямую, прямейшую аналогию. Это коллекция с территории Перу, а они имеют аналогию вообще в Шумере. То есть, если реально разбираться, то в истории происходило много всего и много всякого. И есть даже реальные сведения, куда уж дальше, если они зафиксированы в священной книге для большинства современных людей, то есть, в Библии. Поскольку Библия, Тора, Коран, в общем, одно и то же, в разной интерпретации, в разной вариации. И там есть те видения, те сюжеты, которые можно истрактовать как присутствие или инопланетян, или некой высокоразвитой цивилизации. Много всего неразгаданного, много всего непонятного. Но, видимо, кому-то хочется все это, то, что, допустим, вполне даже понятно, но то, что выглядит несколько странно, несколько непривычно, несколько символично. В этом Древе Миров хотелось бы им видеть ракету. В Фаравахаре хотелось бы им видеть НЛОшку. Они с созданием вот этих фейковых артефактов, в дизайн которых они понадергали отовсюду, и у них и школьники, и астронавты, и нацисты, и что хочешь, и чего не хочешь есть. И вот они с созданием таких фейковых артефактов. Возможно, это проект Кремля. Возможно, скорее всего, так и есть. Они хотят, соответственно, внести разлад в ряды современной цивилизации, в западный мир, чтобы побольше появилось людей, верующих в плоскую землю, чтобы побольше появилось антипрививочников, которые лечатся лопухом, вместо того, чтобы лечиться по-человечески. Я как бы не скажу, что поддерживаю разнообразные медицинские эксперименты. Скорее наоборот, я за то, чтобы люди пользовались достоверными, проверенными, реально помогающими средствами. Но как бы современная медицина, она дает возможность как-то вылечиться в нужных ситуациях. Альтернативной медицины у нас на Земле, по сути дела, и нету. Поскольку те какие-то народные методы приложила пух, если ты подыхаешь, они не работают. А реальная медицина может сделать снимки, может сделать анализы, может сделать разнообразные УЗИ, томографии. Пусть это и вредно, пусть это и в некоторых случаях может быть опасно. Но это, по крайней мере, действенно. А альтернативы нету. Альтернативной медицины сейчас реально нету. Кремлевские же товарищи отсталость собственной страны любят объяснять тем, что на Западе, видите ли, хуже, на Западе, видите ли, НЛОшки везде сидят. И я не исключаю, что какие-нибудь ФСБшники, изучив контент Деникина, Ситчина и всяких других, изучив реально существующие артефакты из Ближнего Востока, из Мезоамерики, изучив контент фильмов и сериалов, создали фастфуд-подделки, призванные в массовом таком сознании обывателей стать доказательствами наличия палеоконтакта. А возможно потом и сказать, что видите ли, древние пришельцы приземлялись в Мексике. Наверное, они потом дальше шли в Америку, строили Вашингтон, давали американскую конституцию и настраивали американцев против Путина. Ну почему бы нет? Попытаться так интерпретировать все это российские спецслужбы и их выкормыши вполне могут. И я на, не знаю, 90% уверен, что проект с вот этими подделками, которые совмещают в себе, да даже не то, что элементы, а просто пародию на реально существующие артефакты, за этими, так сказать, охуэлосевшими подделками, за этим, вероятнее всего, стоит как раз российский след. Других вариантов у меня нету, потому что это и местным особо не надо. Ну, возможно, как бы местные с россиянами в этом плане скооперировались. Отчасти это и местным полезно, что к ним может пойти поток туристов, уфологов, контактеров, там всякой разной фигни. Отчасти, соответственно, вот российские спецслужбы могут внедрять свою пропаганду и разнообразные лженаучные концепции. Почему бы и нет?